Российская армия продвигается на Харьков. Шольц может последовать за Джонсоном. Скандал, который разразился в Германии. Власти Зеленского цинично отплатили за доброту Польши, выпустив Марки Шухевичем. А тем временем, как сообщают мест вокруг Кривого Рога, Николаева, Киева, все опять начали минировать. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только 9 июля. Итоги. И начну я, как комментирует Генштаб ВСУ, продвижение российской армии на Харьковском направлении. Бывают у них и весьма интересные формулировки. Вот, к примеру, на Харьковском направлении продолжаются попытки Российской Федерации приблизиться к городу. А вы помните, вроде бы, недавно Арестович, Зеленский что-то говорили насчет того. И столбы даже, помните, носили на границу некоторые бойцы ВСУ. Но потом, правда, оказалось, что не совсем все так. Но неважно. Так что, новыми действиями, россияне пытались продвинуться в направлении Кочубеевка-Дементьевка. Украинские воины отвергли россиян на ранее занятые позиции. Вот формировка весьма странная. Согласитесь, отвергли на ранее занятые позиции. То есть, короче, героически обороняются. Но при этом, как вы помните, были заявления различных военных чиновников. Но как-то вот Генштаб, можно сказать, всю ситуацию немножко описал по-другому. Несмотря на то, что рассказывали несколько недель назад. Интересную картину я также сейчас наблюдаю по сообщениям по Херсонскому направлению. Там тоже ряд военных чиновников рассказывают одно. А потом мы узнаем из сообщений Генштаба, что идет некое продвижение в сторону Николаева, к примеру. Ну, тем более, что Американский институт изучения войны уже предупредил, что концентрируются силы. И, вероятно, достаточно крупное наступление российской армии пока неизвестно в каком направлении. Также весьма интересный комментарий сегодня пришел о острове Змейный. Оказывается, друзья, на нем не будут размещать украинский гарнизон, потому что это нецелесообразно. Ну, позвольте. Ведь об этом говорили все практически военные эксперты разных стран. Но, видите, вот эта пиар-акция Зеленского с флагом. Для чего она была нужна, непонятно. Ну, и звучит формулировка от Министерства обороны Украины, что не будет там размещаться гарнизон. Это больно надо нам, типа, этот остров Змейный. Ну, и, конечно же, понятно, что с военной точки зрения он простреливается со всех сторон. Там нет никаких укрытий. Действительно, там нахождение кого-либо, в принципе, наверное, на сегодняшний момент невозможно. Ну, и сейчас переходим к Германии. Потому что, с одной стороны, Зеленский уволил сразу несколько послов, а также главу Херсонской области. Ну, особенно, конечно же, обращает внимание на себя посол в Германии. Которого уж очень хотели выпроведить граждане Германии. Собирали петиции. Собирали акции протеста с требований. Пошел вон Мельник из Германии. Ну, как видите, Зеленский, видимо, услышал граждан Германии и уволил, фактически, посла. Но, тем не менее, в Германии разгорается скандал по типу, вот что с Джонсоном было. Некая вечеринка, какие-то странные события. Но детали можете почитать у меня на телеграм-канале. Потому что здесь не все можно в полном объеме разместить. И немецкая пресса, конечно же, и немецкие СМИ задаются вопросом. А что дальше? Может быть, Шольц тоже повторит путь Борисика Джонсона? Но, правда, не может быть несколько губернаторов на острове Змейной, согласитесь. Как в шутку уже хотят, собственно говоря, Джонсона направить туда одесситы. Хотя Зеленский предложил Джонсону пост мэра Одессы. А некоторые граждане Украины даже петицию хотят организовать с просьбой к Зеленскому назначить Борисика Джонсона премьером Украины, премьер-министром Украины. А вот в Британии интересно, что министр обороны отказался баллотироваться на пост премьер-министра и на пост главы консервативной партии. Это, по сути, весьма показательно, значит, непростые обстоятельства ждут осенью Британию. Ну а Шольцу, если он уйдет, наверное, предложат пост мэра Киева, тем более гражданин Германии Кличко, а его сменит другой гражданин, гражданин Шольц. Как шутят киевляне. А тем временем некоторые направления, как сообщают местные источники, начинают опять минировать. В том числе появились видео, как дороги, которые ведут границы с Беларусью, тоже минируют. А также по направлению Харькову к Николаеву и Кривому Рогу. Ну а Зеленский не останавливается, и он решил отплатить определенными нехорошими вещами Польши. В частности, выпущена марка. Ну какая-то вот страсть выпускать различные марки, которые, с одной стороны, направлены, так скажем, чтобы в каком-то смысле России досадить, а тут уже досадить Польши. Выпускают марку Шухевичем. Да, именно как раз накануне очень трагической даты в Польше, а именно Волынской трагедии. И вот накануне этой даты выпускается соответствующая марка. Интересно, как власти Польши на это среагируют. Вот фанаты польские футбольные уже очень бурно среагировали и вывешивают определенные баннеры в адрес, конечно же, Зеленского и Украины. Вот так вот, видимо, отплатили Польши за доброту и прием украинских переселенцев. А тем более вот накануне такой даты. И, конечно же, друзья, в международном плане я не могу обойти события, которые накрыли Шри-Ланку. Президент куда-то запропастился, вероятно, улетел на самолете, сожгли резиденцию премьер-министра. Соответствующие, опять же, кадры можно посмотреть на моем телеграм-канале. Можно однозначно сказать, что мир меняется. И энергетический продовольственный кризис, вероятно, к осени может привести к еще подобным событиям в других странах. И, конечно же, на этом фоне усиление взаимодействия между Китаем и Россией вполне закономерно. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет. Продолжение следует...